В такую погоду тяжело всем, и пилотам, и технике, и организаторам, которым с утра пришлось разгребать снежные завалы, чтобы третий этап национальной российской серии картинга в зачете юниоров все-таки состоялся. Чем больше осадков, там неважно дождь это тем или снег, тем технически сложнее провести этап. Техника, она в любом случае капризная к влаге, любая абсолютно, и в общем механикам придется сегодня не сладко, им придется контролировать все 30 машин. Тем не менее, 36 юных пилотов вышли на трассу картодрома «Маяк» и устроили азартную и увлекательную спортивную баталию. Тем более увлекательную, что сражаться приходилось не только с соперниками, но и с самой природой. Гонка превращается в постоянный поиск зацепа. Чтобы достойно выступить, нужны хорошие навыки пилотирования, которые можно получить здесь же, в школе картинга картодрома «Маяк». В частности, здесь разбирают гонки и анализируют допущенные на трассе ошибки. Сегодня погода нам подарила сюрприз в виде большего количества снега. Соответственно, дети привыкли ехать опираться обруствер, мы так тренировались, по крайней мере, на этой неделе. А сегодня снег мягкий, обрустверы опереться невозможно, для многих это конфуз. Получилось заметить везде практически асфальт. Не очень получилось ехать обрустверы и оттормаживаться. К счастью, сегодня технологии позволяют восстановить прошедший заезд буквально покадрово. А опытный инструктор поможет понять, как следовало поступить в той или иной ситуации. Там они едут на заезде с камерами. Мы, соответственно, берем камеру после заезда, разбираем, смотрим полностью видеоразбор, грубо говоря, делаем. Изучаем, что сделали так, что сделали не так, что можно подправить. Ты видишь свои ошибки, можешь их исправить и увидеть, где есть асфальт и другое, где можно ехать быстрее. Я увидела, что в одном из поворотов можно ехать внутри, там, где никто не едет. Главная сложность в том, что лед и свежий снег, следы, которые были накатаны вчера взрослыми, потерялись, и дети накатывают свою дорогу заново. Нету какого-то следа, по которому можно надежно передвигаться по трассе. Приходится щупать каждый угол, и это приводит к ошибкам, к разворотам. В первой гонке третьего этапа лучшим стал Лукаш Аров. Второе и третье место досталось Константину Тюменцеву и Дмитрию Демину, соответственно. Во второй гонке лучшим оказался Алексей Мухин. Серебряным призером стал Стас Федоров, а бронзовым – Николай Ионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова